Две сотни дней и ночей продолжались ожесточённые сражения под Сталинградом. С июля 1942 года советские войска сдерживали натиск немецко-фашистских захватчиков, пока, наконец, 2 февраля не завершилось одно из главных сражений прошлого века. Ровно 80 лет назад Красная Армия одержала победу. Об этом анапским школьникам рассказал ветеран Великой Отечественной войны Василий Кулькин. Немецкая армия осталась в окружении. Ей бросили на помощь в суд. Эшелон танков подошёл к котельнику под Сталинград, но другие части не дали ему даже нормально сойти с платформы. Патриотическое мероприятие прошло в стенах Центральной библиотеки курорта. В читальном зале не осталось ни одного свободного места. Так много школьников пришли на встречу с ветераном. Многие из них учатся в казачьих классах. Эти мальчики и девочки, по мнению Василия Михайловича, – будущее России. Казачество, участвуя вот в этих классах с этими ребятами, восстанавливает ту казачскую жизнь, которая была направлена на пользу нашему отечеству. Ведь сколько в каких битвах не участвовали казаки, везде они одержали победу. Эта победа была не только казаков, не только вот их отцов, дедов, понимаю. А эта победа была нашего государства. А мы все обязаны и должны, раз мы живем в этом государстве, о чем нам больше-то заботиться. И в равной степени государство должно нас заботиться, что сейчас у нас и происходит. Сегодня уроки мужества, приуроченные годовщине битвы под Сталинградом, прошли во всех школах курорта. Такие мероприятия состоялись в учреждениях культуры и общественных организациях. Антон Чистяков, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.